Всем привет! Мальчишки, скажите привет! Привет! Так, мы с мальчишками сегодня решили рисовать, попробовать рисовать пеной. Пеной для бритья. Да? Да. Да, для этого нам понадобится сама пена для бритья, краски, гуашь, вот различные цветы, и пакеты, да, простые пакетики. И, конечно же, да, листы бумаги, на которых мы будем рисовать. Итак, приступаем. Что нам надо сделать? Мы берем, мы берем наш простой пакетик. Берем один пакетик. Раскрываем, встряхиваем нашу пену и выливаем ее в наш пакет. Вот таким вот образом заполняем наш пакет. Также, также совсем-совсем забыла. Нам понадобится что? Кто знает? Краски. Краски и... Папел. Нет, клей ПВА. Правильно. О, батарейки! Тут есть зеленые батарейки. Клей нам нужен для того, чтобы наша пена застыла, когда и держалась на нашем рисуночке. Итак, значит, мы вот уже подготовили тут такие пакетики цветные. Вовнутрь мы положили наши краски, залили клеем ПВА и добавили саму пену. И тщательно, вот такими вот аккуратными движениями, чтобы пакетик наш не лоснул, да, мальчишки? Мы все перемешали. Пятый пакетик мы решили сделать просто белый. Поэтому мы никакую краску не добавляем. Добавляем просто клей сюда и нашу пену. Она будет пахнуть мятной. Да, и наш рисунок, как все мужи, будет пахнуть мятой, да? Да, это же... Я люблю мяту! Еще чем? Еще чем? Мятой дурка. Прикольно, надо. Правильно. Вот, завязываем наш пакетик. Я князю! Выпускаем весь воздух оттуда и завязываем. Воздух нужно выпустить обязательно для того, чтобы пакет не вожжил. Можно я? Да, можно, конечно. Вот так вот берешь аккуратненько и перемешиваешь нашу пену с клеем. Давай. Смелей, смелей. Ой, там подушечки. Итак. Есть? Перемешалось? Ванек, давай проверим. Ну, я думаю, что достаточно. Теперь берем вот таким вот образом. Неси ножнички. Вон у тебя в стаканчике ножницы лежат. Мама, я обрежу. Можно? Нет, давай я тебе помогу, потому что тут надо обрезать очень маленький-маленький кончик. Теперь смотри. Так мы поступаем с каждым нашим пакетиком. Отрезаем маленький кончик. Все видно. Так. Красный отрезали. Голубой. Чем тоньше будет отрезан, чем меньше кончик будет отрезан, тем тоньше у нас получается как бы кисточка наша. Немножечко лучше перемешаем. Потому что после того, как ее обрежем, уже перемешать краску не получится у нас, не удастся, потому что уже будет дырочка и все будет. Краска будет выходить через дырочку. Держи, держи. Перемешай давай. Ты? Я снимаю. Я снимаю тогда. Все, перемешал? Давай отрезать кончик. Итак. Подушечку я тут влагала. Отрезаем кончик. Берем листок бумаги. И вот наши краски все лежат, ждут. Вот таким вот образом, выдавливая нашу краску, начинаем рисовать то, что нам хочется. Вы уже придумали, что вы будете рисовать? Я придумал. Что? Травичку и розу, и еще солнышко. Но еще небо. Ну это все, что я могу из этих красок приз природы сделать. Здорово. А Ванюша что будет рисовать? Я не знаю. Он грибет. Я не придумал. А-а-а-а. Ленок не нравится. Ладно, я им грибет нашу, как он и сказал, новых свинок. Новых свинок? Ну давай, тебе какая для этого краска понадобится? Для этого нам понадобится зеленая краска. Ну мне тоже краска, давайте по очереди. Давай, Илюша начал рисовать травку моему, начали рисовать. Дальше, следующая краска, какая тебе понадобится, Ваня? Илюша, бери, приступай. Синяя. Синяя. Бери синюю краску. Ну, твой листочек тебя... Нет, хотя белая, белая. Первая белая. Хорошо, бери белую. Твой листочек тебя уже ждет за твоим столом. Вот так вот выдавливать? Да, смотри. Вот так вот берешь. Крайку, лепончик. И вот так аккуратненько, легонечко выдавливаешь. Таким чем, она высохнет и будет картиной вошать. Да. Это что, выдавленная паста? Нет, да. Прикольно. На пальчики попала. А тут кладем. Один, два, три, два. Ну, теперь нам надо солнышко нарисовать. Берем желтым. Ну, точь, я буду крас... А красным у меня будет? Я уже не хочу даже нарисовать. У меня будет красным. Ну, все. Мальчишки уже приступили к процессу рисования. Через некоторое время мы вам покажем, что же у нас получилось. Да, Ванюшка, что ты нарисовал? Мама, у меня тут разные памятники про зверяток. Ну, мне надо самое лучшее про мышку. Про мышку? Да, она про дракона. Это ты нарисовал памятники такие? Да. Ее убили, он пожертвовал собой. Да. А еще с ней был помощник змея. Понятно. А еще есть тут еще одна змея-церкач. Она тут, как она свой лучший номер взяла, отсоединила голову таким способом, как... Ровно себе. Когда она взялася зубами из-за хвоста, я так отсоединяюся ее голову. Но все равно она еще живая. Они все еще живые. Понятно. Вот это... Вот это на честь бабочки. И что она сделала такого хорошего? Что она ее честно... Ну, тут везде змеи. Размеи и разных еще отваринок. Это на честь бабочки. Она поборола змею великую. А это на честь... Чурки, что я не знаю. Ладно. Посмотрим, какая тут может выйти пойка. А! Это на честь пещеры. Это на честь камнячка, которая выбралась из змеи. Она была в магазиннике холодном. А этот камнячок и вытернулся вон из магазинника. Она держась хвостиком, этот магазинник. Она вырвалась из... Вот, надо сделать выход. Понятно. А еще вот это красненький. Я помню про него. Это на честь чулени. Чулени? Да. Здорово, молодец. Илюша, а ты что рисуешь? Я уже нарисовала еще раз. Дорого рисую. А что ты сейчас рисуешь? Что ты рисуешь, Сама? Вместо того, что ты нарисовала кексы, я рисую мороженое. Мороженое. Здорово. Угостишь потом нас мороженым? Она же рисованная, мамочка. Ну, понарошку. А у тебя какое мороженое будет? Клубничное? Ягодное? Можно я еще что-то на мою? Конечно, можно. Бери чистый листочек. Да, я не знаю что. Придумай, подумай хорошенько, что бы тебе хотелось нарисовать интересного. Еще одни памятники. Мороженое. Ммм, ням-ням. Ммм, где красное? Зачем нам нужен? Чтоб пить, украсить его красоту. Смотри, мама. Смотри, мама. Мятно-клубничное мороженое. Супер. Это еще не все. Это объедение будет. Еще и с начинкой, мамочка. Еще и с начинкой. Еще вот тут покрыта мама. За самое не с нужно обратно, мамочка. Молодец. Так, ну что, мальчишки, показываем. Вот такие картины у нас получились. Здоровские. Вот эти мои памятники. Благодаря нашим, красочной нашей пене, мы смогли нарисовать много ярких картин. Да, мальчишки? Да, чертеж, что я сбоку бантик. Да, Илюша рисовал чертеж, что я сбоку бантик. Ну что, вам понравилось рисовать пеной? Угу.